Чтобы уместить всех желающих выслушать предложения потенциального работодателя, даже пришлось менять аудиторию. Все эти люди – студенты Института горного дела СФУ. По другую сторону – представители Кольской горно-металлургической компании «Норильского никеля». В Красноярск они приехали в поисках перспективных кадров. Руководство ВУЗа объясняет, наши студенты действительно хотят работать по специальности. Все, что за Уралом, все УЗы горные находятся, примерно 80% выпускников планируют работать по специальности. До Урала европейской части как раз обратное соотношение. Поэтому, естественно, они привлечены как раз нашим контингентом, который профессионально сориентирован. Первое, что предлагают делегаты – это практика. Поехать на Кольский полуостров за тысячи километров от Красноярска и там на реальном производстве познакомиться с профессией, о которой пока студенты знают лишь из учебных пособий. Виктория все это уже прошла. Практика, говорит, дала ей не только новые полезные знания. Понравилась и самоорганизация практики, то есть как и в рабочей сфере и в плане отдыха, что мы ездили на разные экскурсии, на отдых и много где побывали. То есть, ну и развлекательные проекты были. Но самое главное, что удачное прохождение практики гарантирует дальнейшее трудоустройство. Девушка уже подписала договор с Кольской ГМК и теперь собирает чемоданы. Этим же занят и Андрей. Говорит, стажировка на предприятии помогла ему окончательно определиться с местом работы. Для меня это показалось оптимальным вариантом. То есть мне понравилось там и по условиям труда, и сама обстановка, то есть климат, люди какие там понравились. В Норильском Никеле программа «Профессиональный старт» реализуется с 2004 года и набирает обороты. Кольская ГМК присоединилась к программе пять лет назад. За это время на ее предприятиях побывали 400 студентов из 15 вузов страны. В этом году из Сибирского федерального компания собирается пригласить еще 25 человек. Примерно столько же уже заключили договоры, которые гарантируют не только трудоустройство. Ребята получают подъемные, получают компенсацию за проживание. Они получают компенсацию за проезд, который совершили от местовательства в нашу сторону. В том числе, если ребята уже создали семью, кто-то уже успевает завести детей, мы также оплачиваем проезд, багаж, контейнер и предоставляем проживание. Одним словом, сегодня в условиях дефицита рабочих кадров работодатели как никогда заинтересованы в том, чтобы после студенческой скамьи молодые и перспективные шли именно к ним.